Услышать киевский проект «Манекен» минской публики удалось впервые. Оригинальность его звучания обусловлена необычной смесью легкого хаоса, джазового фанка и собственного вокала. И все это в живом исполнении. Эксперименты в этой области были еще давно. Я пел какие-то бэк-партии, допустим, бэк-вокалы в каких-то работах, которые я делал для других. История с вокалом больше была связана не с моими голосовыми данными, а с моим стремлением написать песни. Средством игры пластинок или компакт-дисков, допустим, это определенного рода ощущение, но когда ты понимаешь, что ты вкладываешь нечто большее, то я думаю, что это интереснее людям, которые это слушают, и мне в первую очередь. Тяжела и неказиста жизнь советского диджея, куда порой их только не заносит судьба. Приехав в Баку, например, манекен даже не смог разобрать, куда он попал. Не то на съемочную площадку фильма «Люди в черном 3», не то на похороны азербайджанской мафии. Я выступал на главной улице города, и получилось так, что азербайджанцы народ не пьющий, тем более в общественных местах и на площадях. И все как один носят черные кожаные вещи. Когда подошло время моего выступления, я понял, что я вижу просто какую-то необъятную армию из черных и смуглых людей в кожаных куртках, которые явно как-то недобро смотрели в мою сторону. Но тем не менее, после двухчасового выступления сквозь охрану прорвался один житель Азербайджана, снял с руки своей браслет и, значит, символично одел мне его на руку, тем самым, наверное, выражая искреннюю какую-то теплоту встречи.